Приветствую вас. Я думаю, что поддержу своего коллегу Игоря Летучего в том, что вам нужно для начала пройти медицинское обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие у вас какого-либо заболевания, в том числе влияющего на ваше состояние. Вот. А я хотел бы обратить ваше внимание вот на что, с точки зрения психотерапии. Вы испытываете одновременно и апатию, и тревогу. То есть, с одной стороны, у вас идет подавление, с одной стороны, у вас идет контоминация родительского состояния. Можно так сказать, что это бессмысленно, что это не имеет никакого смысла, зачем это, для чего. Вот. Так, идет подавление ваших эмоций, желаний, чувств, стремлений. С другой стороны, имеет место быть тревожник, которая свидетельствует об обратном эффекте. То есть, о том, что у вас есть чувства, что они бурлят, что они хотят вырваться на свободу, допустим. Ну, правда, у них нет такой возможности, да, у них нет возможности вырваться. Но, совершенно очевидно, что они хотят. И вот, соответственно, понять, что ваши чувства значат, понять, что происходит с вами, понять, как вы себя позиционируете, понять, где вы, где ваши эмоции, где ваши чувства, где ваши желания. Наверное, это является первым и самым главным. Это является первоцепенной задачей. Это является тем, что вне всякого сомнения нужно сделать. Вот мы, как психологи, как психотерапевты, прежде чем от чего-то вам избавляться, прежде чем чего-то вам, там, что-то вам менять в себе и так далее. Сперва нужно определить вот этот аспект. Сперва нужно определить этот аспект. То есть, аспект именно ваших чувств. Что вам хочется? Что для вас важно? Что вам нужно? К чему вы стремитесь? С чего вы желаете? С чего вы хотите? С чего вы не хотите? Да? Да. Определить. Важно. И после уже, я думаю, что вам будет куда проще справляться со всеми вашими проблемами, которые вас сейчас на данный момент беспокоят. Куда проще будет вам взаимодействовать может быть даже с самой собой. Потому что, вот, то, что вы описываете дальше, да, с того, что вы описываете в дальнейшем. Ну, мне кажется, проистекает и именно вот, именно проистекает. То есть, берет свое начало именно от тех моментов, которые я, собственно, вам озвучил сейчас. То есть, и страх, значит, ну, страх перед людьми, да, которые, ну, которые у вас есть. Страх перед, эм, незнакомыми людьми, которые у вас имеют место быть. и самостоятельность, и не вера в себя, и не принятие своих особенностей, таких как, например, слабое зрение и так далее. И, соответственно, обретение смысла жизни, то есть вот все эти вещи, все эти вещи, они, в общем-то, корректируются, они корректируются, а я не могу сказать, что это прям такой вот, ну, процесс. Достаточно легкий, быстрый, да, так сказать, наверное, было бы неправильно. Но, тем не менее, это решается. Вот, вопрос, опять же, заключается в том, хотите ли вы этого, да, то есть хотите ли вы это решить для себя. То есть я, в принципе, вполне могу понять, если вы, допустим, не захотите. А, если вы скажете, что нет, то, конечно, там сложно и прочее, прочее, прочее. Вот. Вот. Тем не менее, такой момент. Вот. Давайте дальше. Ну, в общем, так. Чуды тревоги. Значит, тревога – это подавление ваших чувств. По факту, это игнорирование внешних аспектов ситуации, аспектов, аспектов ситуации. Значит, ну, которые, вот, собственно, у вас есть. То есть в данном случае ваши, эм, ваши чувства, ваши эмоции, вы их просто не воспринимаете всерьез. Вы своим чувствам, своим эмоциям не позволяете, ну, условно говоря, себя проявить, если можно так выразить. Вот. Сейчас вы игнорируете, вы зажимаете, вы вдавляете, вы рационализируете. Вот. Ну, ничего хорошего из этого, как вы видите, наверное, сами. Ничего хорошего из этого не получается. Вот. Апатия – это наоборот. Апатия – это наоборот. Это, эм, эм, такой момент, когда, эм, э, может, тюрьмы подавляются извне, всё бессмысленно, ничего не нужно, ничего не хочется. Вот. Ну и, эм, так далее. Оп. А, то есть, тут, как бы, ситуация, грубо говоря, эм, обратная, да? Ну, аналогично. То есть, обратная, обратная, обратная. Прямо обратная ситуация. Вот. А я вам, э, в принципе, об этом уже говорил, поэтому, ну, наверное, повторяться здесь нет никакого смысла. Дальше идём. Так, э, значит, э, порой вообще не хочу жить, не вижу смысла. Ага. Правильно. Потому что не доверяйте своим эмоциям. Вот. Не доверяйте своим чувствам. Не доверяйте, потому что вы осуществляете. Вот. Потому что вы хотите, возможно. Вот. А, ну, в данном случае это, вполне естественно, то, что происходит. Потому что, чтобы был, чтобы был, чтобы был, некий смысл, да? Чтобы был. Ага. Нужно себе доверять. Вот. Вы себе не доверяйте. Поэтому, как бы, откуда, откуда может взяться, взяться, ну, желание жить, да? Откуда. То есть оно же, оно же, ну, из ниоткуда-то не возьмётся. Вот. Само, как бы, по себе. Так что, тут такой момент. Дальше. Дальше. Значит, так. Вообще не хочу жить, не вижу смысла. Меня угнетает моё плохое зрение. Чем оно вас угнетает. Ну, да, вы, как видите, уже есть строчек. Но, как бы, что можно сделать? А, я ощущаю себя беспомощной, не могу жить самостоятельно. А, вот, вот, в смысле, вот, в смысле вы ощущаете себя беспомощной, и, в смысле, вы не можете жить самостоятельно. То есть, вот, в смысле, что вы имеете в виду, когда говорите так. То есть, ну, вы хотели бы, допустим, жить самостоятельно, но не можете этого сделать? Или у вас нет, допустим, ну, ресурсов для того, чтобы жить самостоятельно. То есть, вот, если честно, я этот момент не очень, не очень понял. Вот. То есть, его надо бы здесь раскрыть более подробно. Чувствовать себя беспомощной. Тоже, тоже, на мой взгляд, очень интересный момент. То есть, что вы имеете в виду под, эээ, чувствовать себя беспомощной. То есть, ну, как это проявляется, что вы чувствуете себя беспомощной, если вы всегда, как я понял, вы всегда были, как бы, ну, в отношениях с мамой, вы всегда были с мамой, вы всегда, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ другой жизни, получается, не знали совсем и на что вы опираетесь, говоря о том, что вы чувствуете себя беспомощной. Откуда у вас, возможно, в принципе, такие вот требования к себе, что, ну, что, допустим, я должна быть другой, что я должна по-другому. То есть, ну, на что-то же вы, наверное, опираетесь, на что-то же вы, наверное, ориентируетесь, вот, с чем-то вы, наверное, сравниваете, как я думаю. Вот. Если так, то стоит подумать о том, что и с чем вы сравниваете. Вот. Мне кажется, это важно. Потому что, ну, откуда-то информацию вы же откуда-то берете. Вот. Дальше. Так, я очень боюсь контактировать с другими людьми. А чего вы боитесь именно в отношении с другими людьми? То есть, понятно, что, понятно, что вас это прям страшит. Но, боитесь-то чего? Что вас, условно говоря, пугает в отношениях с другими людьми как раз? То есть, мне кажется, что этот момент, его нужно получше исследовать, получше решить. Вот. То есть, что конкретно вас пуга в отношении с другими людьми? С чего вы боитесь? Почему вы боитесь людей? Какую угрозу вам люди несут? По вашему мнению? По вашему ощущению? Вот. Именно угрозу. Какую? В чем, в чем она проявляется? Эта угроза. Вот. Что, что она есть? Что, что она есть? Это... Понятно. Что, что угроза есть? Это... Понятно. Я здесь ничего не говорю. Вот. Но... понять, в чем она заключается, угроза, было бы неплохо. Вот. А дальше уже вы, возможно, сможете задаться вопросом, насколько серьезно, насколько серьезно то, чего вы боитесь, к примеру. Да. То есть, так ли, так ли страшно то, чего вы боитесь. На самом ли деле, это страшно то, чего вы боитесь. На самом ли деле, так ужасно то, чего вы боитесь. Я не говорю, что это плохо. Я просто хочу, чтобы вы подумали. Именно об этом. Чтобы вы подумали, чтобы вы поисследовали этот момент. Потому что, если есть, если есть какие-то слова для того, чтобы полагать, что люди вам угрожают. Да? Это можно обсудить. Это нужно обсудить. То, что вы боитесь себя выражать. То, что вы боитесь выражать свои чувства. Ну, это, на мой взгляд, очевидно. Возможно, вы боитесь, что вы боитесь людей. Вы боитесь, потому что не знаете, как с ними взимодетесь. Возможно, у вас нет ничего общего. Возможно, вы боитесь, что люди будут над вами смеяться. Возможно, были какие-то травмирующие ситуации у вас в прошлом. Вот. Но преследовать данный момент, преследовать данный аспект, мне кажется, вполне себе можно и даже нужно. Потому что все равно, так или иначе, с людьми вы будете жить. Все равно. Так или иначе, все равно с людьми вы будете жить. И будет очень здорово. Будет очень здорово. Для вас будет очень здорово, если вы разберетесь, что вас таки напрягает, что вас таки тревозит, что вам таки не нравится и так далее. Причем, хочу, опять же, чтобы вы, ну, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, что страшно в том, что вы боитесь, ну вот, чего-то. Нет. То есть это нормально, что вы боитесь. Просто нужно научиться слушать свои чувства. Слушать свои чувства. Нужно научиться отдавать себе отчет в том, что они вам говорят. Считывать информацию. Дальше. Даже сходить в магазин, для меня проблема, не говоря уже о чем-то более серьезном. Но, опять же, вы не раскрываете. Вы не раскрываете в сути того. Я не могу решить сами свои проблемы. Все решается с мамой. О каких проблемах идет речь, во-первых. Во-вторых, вы говорите, что не можете решить сами свои проблемы. А что это за, собственно, ну, что это за проблемы, которые вы не можете решить? Вы хотите их решить сами? Опять же. Опять же. Знаете, какой момент? Мало просто хотеть решать проблемы. Мало именно просто хотеть решать проблемы мало. Понятно, что, наверное, любой человек хочет решать свои проблемы. Любой. Но вопрос заключается в том, для чего. Вот можете ли вы ответить себе на вопрос, зачем вам решать свои проблемы? Какая необходимость есть вам опять же это делать? А мне кажется, что если вы как следует подумаете, то вы увидите. Вы увидите, что нет такой острой необходимости вам свои проблемы решать. Именно поэтому вы их и не решаете. Потому что такой необходимости попросту нет. Дальше. А, и откуда требования? Дальше. Я не умею отстаивать своё мнение вообще не даже с друзьями. Ну, получается, что вы не уверены в... ну, вот, в... ну, в себе. Получается. Получается. Получается, что вы не уверены в... вот, в собственной... эм... позиции. Ну, тогда нужно что-то сделать, чтобы она появилась. Эта самая позиция. Потому что, опять же, ничего из ничего не бывает. Если вы хотите, чтобы, эм... ну, если вы хотите, чтобы что-то было, то для этого нужно что-то сделать. Так вот, так просто, само собой, ну, само собой, само собой ничего не будет, ничего не появится, само собой. Вот. Так что, насчёт отстаивания своей позиции, я думаю, что нужен здесь ресурс. Чтобы отстаивать свою позицию, никто без ресурса отстоять свою позицию не в силах. Дальше. Я чувствую себя ущербной и ни на что не способный. Ну, опять же, эээ... это в сравнении. Да? То есть, вы... По сути, по факту, вы сравниваете себя с кем... вот. То есть, эм... как такового... как такового... принятия себя у вас очевидно... ну, очевидно, нет. То есть, чтобы вы... эээ... себя, вот, принимали... такой, какая вы есть. Вот. Я, конечно, могу ошибаться, но... думаю, что... раз вы... сравниваете себя... с другими, говорите, что жить у себя ущербно. Это... сравнение. Вот. И... Коль... ну... коль... речь идёт про... сравнение, то мне и думается, что... тут... история такая. Далее вы пишете. Эээ... чувствую себя ни на что не способный. Эээ... тут мне тоже хочется у вас... спросить немножечко, да? Эээ... а на что... на что... на что... по вашему мнению, да, вы... эээ... способны... эээ... то есть, вот... эээ... что по вашему мнению... ээээ... ну, должно... должно определять ээээ... вашу... способность... грубо говоря. Ну, мне кажется, это... ээээ... очень... ээээ... важный момент. Потому что... ээээ... если... эээ... ну, если вот как... вы говорите... вы ни на что не способны, значит, вы считаете, что... на что-то должны быть способны. эээ... вот... 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 у меня вопрос... на... 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 на что и почему. Дальше идём. Так... ээээ... значит, в будущее я смотрю со страхом, потому что нет уверенности в себе, вы не привыкли на себя полагаться. Когда берёте какое-то дело, возникает мысль, зачем я это делаю, всё равно бессмысленно, я уже не хочу его делать. Ну, здесь... ээээ... вот есть немножечко то, о чём я вот говорил, да, изначально. То есть... ээээ... здесь речь идёт о... подавлении вами... ээээ... своих чувств. эээ... вот... ээээ... здесь речь идёт о том, что вы... ээээ... подавляете свои эмоции... ээээ... и... забываете о том, что вы делаете. То есть при... подходе... эээ... к какому-то делу, вы... ну, вот... опять, да, ну, вопрос, вот... просто простой вопрос. Чем вы руководствуете? Чем вы руководствуете, когда начинаете что-то делать? То есть, ну, чего вы хотите? Условно говоря, что вы ожидаете, например, от дела, да? Эээ... вынимаетесь ли вы этим эээ... делом... эээ... ради... к примеру... эээ... чего? Ради процесса вы занимаетесь этим делом? Или ради... эээ... результата? Вот. Вот. Если ради результата, то... о каком результате, к примеру, эээ... идет... речь? Вот. Эээ... конкретно... конкретно... о каком конкретно, ээээ... результате идет речь? Вот, это важный момент, это очень-очень-очень важный момент. Вот, то есть, как у вас появляются мысли, то есть вот вы говорите, что когда я начинаю что-то делать, появляется мысль, зачем я это делаю, всё бессмысленно и я уже не хочу это делать. Это означает, что данная мысль, она, ну, достаточно вот такая, достаточно сильная получается. Вот, то есть эта мысль имеет влияние на вас. Мне кажется, что это тоже нужно поисследовать, то есть, какова природа этих мыслей. Дальше, и кто вам эту мысль вносил? Весной закончила колледж, и после этого моё состояние стало ещё хуже. Я понимаю, что надо идти работать. Кому надо? Ну, я вот серьёзно спрашиваю вас, кому надо, чтобы вы работали. кто... 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 Кто вас, ээээ, там, заставляет условно говоря работать, вот. Вот. То есть мне кажется, что на этот момент вам тоже желательно обратить самое пристальное внимание, вот, потому что пока, если честно, вообще вот непонятно. То есть надо здесь работать, ну а если вы не хотите работать, или если вы там, допустим, не знаете, кем вам работать, то тогда, вот, опять же, хотите ли вы работать, если хотите работать, то кем? То есть что вы хотите делать, вот. Это очень тоже все такие важные моменты, вот, на которые, мне кажется, вы здесь совершенно никакого внимания не обращаете. То есть вы, ну, не, не придаёте им значения, хотя это очень, очень важный аспект. Вот. Когда вы говорите, что вам надо работать, вы уже как будто бы ставите себя в какой-то такой, знаете, вот, ну, я бы сказал, в какое-то зависимое, может быть. положение, вот, не свободное положение. И я могу предположить только, что это не случайно, я могу предположить, что в той или иной степени вы хотите для себя такого состояния, такого положения, вот, потому что, возможно, вам оно что побоёт. Ну, а может быть, может быть и, конечно, ничего. Но это, опять же, мне так видится, вот, потому что ваша позиция, когда вы говорите, что вот, мне надо работать, вот, ну, опять же, зачем надо, кому надо работать, да, это вот, не совсем, вообще, понятно. А как быть с вашими желаниями, к примеру? Как быть с тем, что вы можете чего-то хотеть, вы можете чего-то не хотеть и так далее. Так, значит, дальше, как долго представляли общение с незнакомыми людьми, охватывать тот дикий враг и тревожность. Ну, здесь, мне кажется, нужно просто несколько более подробный этот аспект поисследовать. Вот, потому что момент, вообще, момент такой важный на самом деле, вот, что это за страх, что на себя представляет этот страх, вот, как он вам, этот страх, вообще видится. Что лежит в его основе, у его основания, вот, мне кажется, это важный момент, потому что, без этого не понять. Ну, вы без этого не сможете понять, в каком направлении и куда вы движетесь, и откуда вообще у вас, собственно, вот, сам страх-то взялся. Почему вас другие люди пугают? Конечно, конечно, можно сказать, что у вас, там, допустим, просто социофобия и всё, но всё-таки, наверное, хотелось бы поисследовать, о чём здесь речь. Что конкретно лежит в основе, ну, в основе вашего страха. Дальше идём. Так, эээ, я поступила на высшее образование, так получилось, что где я училась на СПО, можно было продолжить обучение, но на другую специальность. Эээ, мне совсем не понравилась эта специальность, для меня это сложно и неинтересно, а для чего тогда поступили? Я постоянно думаю, что побросим, да, что я попробую вопрос о работе. Эээ, почему, как-то у вас, вот знаете, странно получается, то есть, эээ, вопрос о работе, эээ, что поднимает? То есть, у меня есть ощущение, что вопрос о работе, например, поднимает ваша мама, но никак не вы. Вот, я могу, конечно, ошибаться, но так мне кажется. Вот. Дальше. М-м-м, так, для меня это сложно, я постоянно думаю так. Ага, мама хочет, чтобы я получил высшее, а для него сложно найти работу. Эээ, нет. На самом деле, реальность такова, что людям и с высшими образованиями, эээ, ну, достаточно сложно получить, эээ, работу. Достаточно, эээ, сложно получить работу, поэтому я не думаю, что, эээ, дело здесь, эээ, в образовании. Образование это никак не зависит, ээ, от образования, точнее, никак не зависит. Эээ, гораздо важнее то, что вы хотите, ээ, делать, гораздо важнее то, что вы можете предложить. Эээ, людям, которые будут, например, с вами работать. Вот, это гораздо важнее, а не, эээ, ну, не образование. Вот. Такой и такой момент, так что тут ваша мама не права, не права, опять же, как вы сами считаете, как вы сами думаете. Важнее, важнее гораздо. А, дальше. Другое учебное заведение возможности пока нет, на бюджет я не поступлю, а за деньги дорого. А, почему вы не поступите на бюджет? Ну, опять же, если хотите, то есть, если вам, действительно, хочется, если вам, действительно, хочется, эээ, ну, куда-то поступить, если вам, действительно, хочется, ээ, допустим, ну, не знаю, эээ, что-то делать, вот. вот, то почему нет, собственно говоря. То есть вот, в чём проблема, в таком случае, поступить на тот же бюджет, вот, в чём сложность. Лично для вас, в чём сложность. Вот, опять же, мне кажется, что речь идёт о желании вашем, речь идёт о том, хотите ли вы, вот, понимаете, какая штука. Если хотите, хорошо, если нет, то и поступать в таком случае не стоит, понимаете. То есть тут вам, ну, вероятно, нужна помощь. Вот именно здесь вам, вероятно, нужна помощь, опять же. В том, чтобы разобраться там в себе и, возможно, как-то вот лучше, лучше себя понимать. Потому что внешние обстоятельства, внешние обстоятельства, это совсем не то же самое, что обстоятельства внутренние. То есть это, это совсем не та же самая история, понимаете. Вот. Дальше. Так, я хочу избавиться от этого депрессивного и тревожного состояния. Ну, смотрите, смотрите, какая штука. От состояния избавляться вам, на мой взгляд, не нужно. А почему, да? Значит, сейчас постараюсь пояснить, почему не нужно избавляться. Потому что состояние ваше, именно состояние, свидетельствует о том, что вы не в порядке. И, соответственно, нужно поисследовать, в чём вы не в порядке. Что с вами не в порядке, если не в порядке. Понимаете? Какая штука. А так, так получается, что вы предпочитаете это игнорировать. Вот. Мне не кажется, это хорошая идея, если честно. Вот. Игнорирование того, что вам, ну, того, что вам нужно, важно. Того, что вы не хотите, например, например. И так далее. Вот. Поэтому, по сути, то, что вы говорите, вот с точки зрения психотерапии профессиональной, да, это звучит примерно так, что я хочу избавиться от чего-то, что говорит мне моя психика. То есть мне моя психика, значит, пытается что-то сказать. Вот. А я это игнорирую. Вот. То есть, ну, я не хочу это изучать, да, я не хочу это исследовать. Вот. Я хочу просто, значит, просто избавиться. Просто избавиться. Чтобы этого не было. Вот. Ну, то есть, это... Такой момент, мне кажется, крайне к вам негуманный. То есть, это вот по отношению к вам очень негуманно. По отношению к вашим чувствам, по отношению к вашим эмоциям, по отношению к вашей личной личности. Это негуманно. Вот. И тут ещё важно понимать, что, как бы, избавление, избавление вам, вот именно хорошего, вам ничего не даст. Именно избавление. Просто вы и так и не сможете, например, понять, откуда, откуда у вас такие вот эмоции, откуда у вас такие чувства. Вот. Почему вы чувствуете вот именно это, да? Именно этот аспект. Почему вы чувствуете именно так? Всё. Вы этого не сможете понять. И в будущем, в будущем, ситуация может ещё сильнее уклониться. Вот. То есть, в будущем, ситуация может ещё сильнее обостриться. Вот. То, что вы сейчас, по сути, предлагаете игнорировать себя. Ну, игнорировать свои эмоции, да, свои чувства и так далее. Вот. Поэтому, нет. Нет, нет, нет. И ещё раз, нет. Я не думаю, что это хорошо и здорово. То, что вы хотите избавиться от своих переживаний. Вот. Раскрыть их, сделать частью своего опыта, принять себя, почувствовать свою силу, свободу. Это то, что вы реально можете сделать. С помощью, например, работы с психологом. Вот. Которую. Которую, ну, которую вы можете выбрать. Например, вот. У нас, хотя бы, на ресурсе, да? То есть. Анонимность и автономность, полное принятие вас, я думаю, гарантировано. Вот. Так что, так вот. Ну, и обратите, пожалуйста, всё-таки внимание вот на то, что есть вот этот вот элемент. У вас элемент есть противоречивости. Есть элемент такой. Противоречие. Вот. Потому что, с одной стороны, тревожность, которая говорит о том, что чувства подавляются. С другой стороны, есть депрессия, которая свидетельствует о том, что, ну, о том, что хочется эти самые чувства подавить. Да? То есть, есть какое-то вот, ну, грубо говоря, основание. Есть, грубо говоря, основание для подавления ваших эмоций, того, что вы ощущаете и так далее. Вот. Я думаю, что имеет смысл вам на это обратить внимание. Своё. Вот. И я думаю, что если вы это сделаете, если вы это сделаете, то вам будет, ну, как минимум, более... более понятно, то, что вы чувствуете, то, что вам хочется, что... чем вы нуждаетесь, например, и так далее. Так. Дальше. Что бы советовать сделать? Обратиться к психотерапевту, стоит ли мне обращать в институт или терпеть и учиться? На этот вопрос ответ только вам предстоит найти. Но я по опыту знаю, что терпеть никому хорошему не приведёт. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...